Героям не страшно забвение. Шествие бессмертного полка с каждым годом собирает все больше участников. Сегодня в одном Ханты-Мансийске торжественным парадом прошагало больше 13 тысяч человек. Такие же шествия прошли и во всех муниципалитетах Югры. Портрет старшего матроса Семена Головенко, воевавшего на Тихом океане, несут сегодня внучка и правнучка. Они и рассказали, что героический предок ушел на фронт 16-летним, подделав документы. Сегодня он вписан в ряды бессмертного полка, как и полмиллиона соотечественников, проливавших кровь в те страшные годы. Он был самым младшим матросом, самым младшим членом экипажа. Именно поэтому его не пускали никуда. Когда начинался бой, его прятали где могли. Благодаря этому он живой, благодаря этому он вернулся, благодаря этому живем мы. Тысячи и тысячи благодарных потомков помнят, что появились на свет благодаря этим людям на черно-белых фотографиях. Спроси, расскажут, как воевал их дед или прадед. Только вот некоторым бывает трудно слезы сдержать. Я думаю, папа, эти братья его, его братья, Серафим, Сенокентий, Василий, Петр. Серафим служил Сенокентием под Москвой, первое кручение, Василий, Петр под Сталинградом. Мы понимаем, что наши бабушки и дедушки, благодаря им только мы и существуем, все мы понимаем, наш долг и обязанность святая. И пройтись так, и в течение года все время общаться с ветерами, которые, к сожалению, все меньше и меньше становятся. Бессмертный полк уже давно стал международной акцией. О подвиге воина Великой Отечественной помнят и в бывших союзных республиках. Вот гражданин Таджикистана с портретом своего орденоносного дедушки. Он в блокаде в Санкт-Петербурге воевал. И там, какие указания были, они выполняли. Им разницы не было, куда воевать. Самое главное для защиты своей родины. Участие в шествии бессмертного полка – это одновременно и публичное, и сокровенное действие. С одной стороны, это единение с тысячами россиян, которые вышли в этот день на парад с портретами героических предков. С другой стороны, это возможность отдать дань уважения своим дедам и прадедам. А еще это способ задать себе вопрос. А смог бы я в случае необходимости проявить такой же героизм? Павел Желтов, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансейск. Продолжение следует...